Богатый урожай кедровых шишек планируют собрать в этом году заготовители. Это случается в среднем раз в 3-5 лет, и сборщики могут хорошо заработать. Подешевеют ли орехи в магазинах? И выгодно ли сегодня строить бизнес по сбору и переработке орехов, ягод и грибов, узнавала Ольга Маховская. Сборщик кедровых орехов продает свой товар переработчикам по 400 рублей за килограмм. На новосибирских магазинах ценник уже от 1000 до 1200 рублей за килограмм. Московские предприниматели сибирский кедровый орех называют пищевым золотом. У них цена возрастает еще на 20%. Если брать цену на китайский орех, то цена была несколько дней назад 1350 рублей. Если мы берем, соответственно, российский орех, то цена в среднем 1450-1500 рублей за килограмм. Говорят, сейчас бум здорового питания, поэтому и спрос на орех огромный. Самыми богатыми считаются омские и томские кедрачи. В Омске для поддержки предпринимателей была принята программа «Дикоросы» Северо-Омской области. Правда, субсидии по ней получили только два предприятия. Понимаете, нужно создавать очень много мелких предприятий. Ну, чтобы было, допустим, крупное предприятие, которое могло бы это все собирать, подводить под единый стандарт и дальше уже там на экспорт, пожалуйста, туда-туда-туда. По данным оптовиков, например, клюквы в регионе собирают более 600 тонн в сезон. Грибов значительно меньше, не дотягивает и до 100 тонн. Сезонный заработок по разным оценкам может приносить семье сборщиков до 100 тысяч рублей. А передовики зарабатывают и полмиллиона. Прокопьевские «Дикоросы» научились превращать в варенье самое популярное из сосновой шишки. Мы ее изготавливаем по своим рецептам, по своей рецептуре, которую мы никому не разглашаем и не даем. И это очень по вкусу такое уникальное варенье. Оно уходит у нас не только, допустим, в Краснодар, там, в Питер, Москва, но и очень много уходит за границу. Шишка сосновая тоже мы закупаем ее у населения. То есть фактически и все, что мы производим, мы именно из сырья, который нам приносят наши бабушки, дедушки и так наши сдатчики. У томских переработчиков проблем с выходом на международный рынок тоже нет. Кедровым молоком они обеспечивают Германию, Израиль и Китай. «Дикоросы» собирают и закупают не только в Томской области, но и на Алтае. Ну, хотелось бы, конечно, заготавливать в своей области. В настоящем, в этом году опять у нас не урожай черники, очень слабый урожай жимолости. Мы собрали почти на 30% меньше, чем в прошлом году по жимолости. Малину заготавливаем. Причем малину мы готовы принимать и у населения. Однако бизнес на «Дикоросах» сезонный и зависит от погоды. Например, предыдущие четыре года кедрачи Новосибирской области заготовителей не радовали. При этом единственная возможность работать – легально взять участок леса в долгосрочную аренду. Это устраивает не всех. Это предпринимательство, оно уходит в зоны невидимости. И поэтому, когда мы говорим о наличии там заготовительных контор, то, куда мы можем взять грибы, ягоды, орехи, то есть очень сложно увидеть этих заготовителей, потому что они, скажем так, не афишируют свою деятельность. В союзе заготовители убеждены, чтобы государство не теряло деньги, а предприниматели не нарушали закон, должен быть выбор, например, аренда участка только на один сезон. С ужесточением законодательства бизнес может проиграть, тем более, что в магазинах все чаще по более доступной цене попадаются китайские орехи. Ольга Маховская, Светлана Шуваева, Дмитрий Куканас, Игорь Филатов, Дарья Тарасенко. Новости здесь, Новосибирск.